ПЕСНЯ 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 Когда Аванес Айвазовский вырос и стал именоваться Иваном Айвазовским, он побывал и сам в тех краях, здесь тоже земля, а моря нет. Учился в Петербурге, странствовал по заграницам, путешествовал с теплыми районами Украины, но своему правилу человеку без моря никак не изменил. Бросил все и уехал в Феодосию. В Италии Айвазовский создал такой хаос, что даже папа Римский оказался впечатлен. Речь о великолепном полотне, нехарактерном для Айвазовского мистическом жанре. Вдохновившись библейской строкой, и дух Божий носился над водою, он воплотил ее на холсте. Картину пожелал приобрести папа Римский Григорий XVI. Не один день в мастерской Айвазовского посещали бесконечные процессии, состоящие из прилатов, кардиналов и прочих высокопоставленных осол. Незамеченные до той поры в особом пристрастии к узкому искусству все эти комиссии не смогли отыскать в работе изъян, которые бы сделали ее недостойной – галереей Ватикана. Папа приобрел картину, а Айвазовского наградил золотой медалью, что утвердило его славу, как чудотворца кисти. Гоголь, с которым Айвазовский стружился в Риме, отлично скаламбурил по этому поводу. И спал от тебя, Ваня, пришел ты, маленький человек, с берегов далекой Невы в Рим, и сразу поднял хаос в Ватикане. И ведь что обидно, подыми я в Ватикане – хаос. Мне бы в шею за это дали писаки, а Ване Айвазовскому дали золотую медаль. Летом в 1844 году Айвазовский вернулся в Санкт-Петербург из ограниченного турне. За время своих странствий он прославил свое имя и русское искусство. Он признан в Италии, Голландии, Англии, Франции, Испании, а в Петербурге ему собираются дать звание академика. И ведь дадут. А также причислить главному морскому штабу первым живописцем. Художник ищет мастерскую. Средств у него хватает. По этому помещению он желает просторное, в самом центре, находит подходящий вариант на улице Каравановой, не торгуясь, соглашается на назначенную цену. Собирается оставить задаток. И эта щедрость кажется подозрительной дворнику, показавшему помещение. Он требует назвать роль занятия и потенциального постояльца. И, услышав в ответ, живописец Айвазовский отнюдь не просит автографа, а отказывает художнику с дачи квартиры, фатеры. На уделенный вопрос Айвазовского отвечает. Хозяйка строго-настрого запретила пущать в дом мастеровых. Еще вчера портному отказала. Никакие аргументы насчет известного художника не сработали. Дворник упорно стоял на своем. Понимаем мы это, а все же, значит, мастеровые по малярному цеху. Фатеру загрязните так, что после не очистишь. Нет уж, извините. А сдать фатеру не могу. Айвазовскому довелось ночевать в комнате музея Байрона на острове Святого Лазаря в Венеции. Брат художника Гавриилу выбрал церковный путь. Когда Иван Айвазовский приезжал к нему на остров Святого Лазаря, его поселили в комнате, в которой останавливался Байрон. Эту комнату в монастыре сохраняли как музей. Все в ней оставалось таким, каким было при визите поэта. Честь остановиться в ней выпадала редким счастливчиком и считалась знаком особого уважения лазаритов. Молодой художник был очень взволнован этим фактом. Ему казалось, что таким образом он получает благословение поэта-романтика. В чем-то это справедливо. Айвазовский мог быть мистиком, мог реалистом, но природа его таланта, очевидно, романтическая. Примечательно, что именно после ночи, проведенной в комнате, Байрону и утренней долгой беседы с братом художник, окончательно решил изменить свою фамилию, убрав букву Г. И став из Гайвазовского Айвазовским. Айвазовский был очень хлебосольным хозяином. Он любил принимать гостей у себя дома, радовался визитерам, с восторгом их встречал. Что примечательно, гости у него бывали самые разные по происхождению. Социальному положению, роду занятий. Когда-то одновременно гостили известный скрипач Винявский и нечистый на руку коммерсант, с которым Винявский напрочь отказался знакомиться. Впрочем, гости всех рамков и сословий могли столкнуться с тем, что через несколько дней за обедом приветливый хозяин сообщал, что велел заложить лошадей. И вовсе не потому, что гости надоели. Просто ему жизненно необходимо было работать, писать. А для этого надо уединение и минимум отвлекающих факторов. Есть подозрение, что гости в такие моменты не очень комфортно себя чувствовали. Айвазовский умел удивить гостей десертом. Нередко художник вместе с поваром придумывал меню для приемов банкетов. В его доме часто подавали шампанское, которому маэстро питал слабость. Ему было не лень. На место фабричной этикетки наклеить собственноручность готовлю. Как правило, на этикетках от Айвазовского оказывались какие-то особо бурлящие марины. Чаще всего девятый вал. На 50-летие художника был организован пышный банкет. Ближе к его завершению Айвазовский встал и произнес «Господа, я приношу вам свои извинения, мой повар забыл про десерт. Поэтому вам придется отведать блюдо моего приготовления». Гостям подали маленькие подносы, на каждом из которых лежал небольшой пейзаж от Айвазовского. Кстати, в русской живописи был настоящий кондитер Василий Тропинин. Учился мастерству приготовления сладостей в Петербурге. Не по своей воле, а по распоряжению хозяина. Ведь Тропинин до 47 лет оставался гребозным. Вот и приходилось баловать господ пирожными и суфле. Айвазовский I обратил пристальное исследовательское внимание на холмы в окрестностях Феодосии и Керчи. Ему показалось, что у них явное искусственное происхождение. На собственные средства он организовал раскопки, а после выстроил здание археологического музея. В ходе раскопок были обнаружены интересные находки. В частности, в одном из имений Айвазовского, деревни Шейх-Мамай, найдены останки, которые можно было счесть местом захоронения Мамая. Впрочем, окончательно не было доказано, что могила Мамая находится именно в этом месте. И сенсации, сообщающие, что вот теперь-то она найдена, по-настоящему появляются и поныне. Тем не менее, на месте возможной могилы археологического темника Айвазовский соорудил беседку, чтобы в ней размышлять о бренности человеческой жизни. Подтверждая эту бренность, в 1917 году имение вместе с беседкой сгорело. Современные исследования показали, что поселение Шейх-Мамай входило в состав античной хоры Феодосии 60-х годов 3 века до н.э. Сейчас это село называется Айвазовское. Есть легенда, что в устроенной Айвазовской беседке, на месте раскопок в селе Шейх-Мамай, ему довелось угощать кофеем крымскую инкранацию Робина Гуда, знаменитого разбойника Алима Айдамака. В песнях и сказаниях Айдамаку приписывают подвиги, аналогичные деяниям героя английских баллад. В богатых отнять бедным раздать, по некоторым версиям, не обошлось без женщин. Якобы батрак Алин засматривался на хозяйскую дочку, за что и пострадал. Если верить легендам, разбойник посетил художника, влюбовался его картинами, имел приятную беседу, в том числе узнал о скорой шинизьбе Айвазовского на молодой Ане Саркизовой. Настал день свадьбы. Праздничный кортеж остановила шайка разбойников. Гости переполошились. Но предводитель разбойников спрыгнул с лошади, спустился на колено перед невестой и вручил ей роскошную восточную шаль. Некоторые источники утверждают, что эта история имела место во время женитьба Айвазовского на Юлии Гревс. В пользу такой версии свидетельствуют легенды, согласно которым в 1849 году Алимов был пойман. Получил 6000 палок, после чего его сослали в Сибирь. Так что во время женитьбы на Ане в 1882 году художник не мог с ним встречаться. Против этой версии такие нюансы. Женившись на Юлии, Айвазовский только переехал в Феодосию. А археологией заниматься начал с 1853 года. И беседка, в которой они с Салимом якобы пили кофе, к женитьбе на Юлии Гревс еще не построена. Но главное даже не это. Крымский Робин Гуд явно таким элегантным образом почтил не только художественные таланты, но и грандиозные заслуги отца города, которых к женитьбе на Ане накопилось куда больше. На веку Айвазовского сменилось пять императоров. Иногда говорят, что он со всеми был в добрых отношениях, что не совсем справедливо. С Александром I он не успел побывать ни в каких отношениях, а с остальными действительно находился в достаточно хороших. Велика вероятность, что это было значительно проще делать именно из Феодосии, а не оставаясь в Петербурге. Монархи нередко ревнивы, а Айвазовский в Феодосии устроил фактически страну Айвазовского. К счастью, он был не обделен и светским тактом, что позволило не противопоставлять себя императорам, а демонстрировать, что все, что делается, делается во благо империи. Собственно, это так и было. Кстати, на средства, собранные Айвазовским, в Феодосии был установлен монумент Александру Третьему. Таким образом, художник выразил благодарность за согласие императора строить в Феодосии торговый порт, что стало серьезным экономическим рывком для города. Неизвестно, как бы складывались отношения с царствующими особами, не покиняя Айвазовский и Петербург. Ведь, к примеру, Николай I в свое время был близок к тому, чтобы совсем юного художника отправить в опалу. Юный Айвазовский помогал приближенному ко двору французскому маринисту Таннеру. Француз сразу оценил талант помощника и использовал его более чем активно. Когда же на выставке оказались работы Айвазовского и их оценили значительно выше, чем манерные марины Таннера, тот взглянился и, используя близость к императору, оклеветал молодого Айвазовского. На этом карьера лучшего российского мариниста могла и закончиться. Но протекции прославленных художников того времени и главные учителя рисования у царских дочерей профессора Александра Завойер-Вейда помогли смягчить гнев Николая I. Айвазовский же убедился в справедливости строк Грибоедова. «Минуя на спучу всех печали и барский гнев и барская любовь». Все женщины Айвазовского, о которых известно общественности, чем-то необычны. Первая жена – гувернантка Юлия Гресс. Самый Айвазовский к тому времени был одним из самых завидных женихов Санкт-Петербурга. Вторая жена – Анна Саркизова, младшего почти на 40 лет. Но была еще одна женщина, которая тоже достойна упоминания. Балерина Мария Тальони. Старше Айвазовского на 13 лет. История их отношений, по сути, зиждется на легендах, но до чего красивые эти легенды. Мария Тальони помогла подняться Айвазовскому, когда, задетый ее экипажем, он упал на дорогу. Во вторую встречу он получил билет на ее представление. После представления Мария бросила ему один из букетов, которыми ее осыпали поклонники. Когда он приехал в Италию, две картины на его выставке купила Мария и оставила билет на свое представление. На конец личная встреча, долгая прогулка, завершившаяся дома у Марии, и много счастья, любви и живописи балета. Он мечтал быть всегда рядом, прилагал Марии руку и сердце, и получил отказ. Она не хотела ни для него стать со временем обузой, ни в своем сердце отдать кому-то такое же место, какое там занимал балет. Но если верить легендам, на память о первой возлюбленной, у Айвазовского на всю жизнь осталась и розовая балетка. Когда художник умер, его жена Анна первым делом сожгла эту балетку. Ты, волна моя морская, своенравная волна, как покоя силе играя, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, или метешься ты и бьешься в одичалый бездневод? Сладок мне твой тихий шепот, полный ласки и любви. Внятен мне и буйный робот, стоны вещи и твои. Будь же ты в стихии бурный, то угрюма, то светла, но в ночи твоей лазурной, сбереги, что ты взяла. Не кольцо, когда рзаветный взыб твою я опустил, и не камень самоцветный я в тебе похоронил, нет. В минуту роковую тайны прелести влеком душу, душу я живую, схоронил на дне твоем. Субтитры создавал DimaTorzok